Ну, кто смотрит мой канал, знает, что у нас 5 дней в неделю на утром смузи. Вот здесь мы уже выдавили мандариновый сорт и положили парочку небольших бананчиков, маленьких. Если большой банан один... Короче, вот хочу попробовать мацони-самокат. Разведено в Москве. Здесь только молоко, закваска и сливки. Больше ничего. Вообще, мацони-это очень вкусно и полезно. Ну, вот я был недавно, кто смотрел десентуки, там у мацони была вот такой же консистенции. Ложка стояла. Чтобы не испортить, я сначала попробую. Ммм. Сверху, как будто действительно сливки. Консистенция классная. Много не буду класть. Иногда мы в йогурт... Ой, в смузи кладем йогурт. Ой, извините меня, я ошибся. Написано название мацун. Не мацони. Мацун. Ну, смысл тот же. А, и где произведен... Ой, как же я хорошо налил. И произведен он там же, где вот этот сыр сулугуни. Вот мы берем такой сыр, очень вкусный. Это гаагинский. Адыгея. В Адыгее. Гаагинский сыр. Для полноценного завтрака кофеманы должны пить горе. И еще мы решили, вот ни разу не брали. Я очень люблю изделия, то, что производят самокат, продукты. Сейчас мы взяли вафли. Вот такие вот вафли самокат. С изюмом, с финиковым сиропом, с курагой. Подсластитель здесь эритрит. Безопасный натуральный подсластитель. И вот хочу попробовать, но ни разу не пробую, что это такое. Это как венские вафли. Несладко. Это для любителя. Они практически совсем не сладкие. Вафли в обычном, в привычном смысле слова, они не напоминают. Как каша овсяная. Ну да. Подсушенная овсяная каша. Это овсяные вафли. И это, овсяные вафли. Здесь шоколад. Написано, черный шоколад. Апельсиновая центра и апельсиновый сок. Используется. После вкуса во рту очень даже приятный. Но это не вафли. Это как мягкие пряники. Типа мягкого тульского пряника. Но непонятные. Ну, совсем непонятно. Стоит брать или нет. Даже. Эти хоть немножко рассыпаются. Во рту приятно. В следующий раз такие бы вот шоколадные я бы взял. Эти наверняка бы не стал уже брать. Но, если детишкам не сладкое. Тут нету такого, что нельзя детям. Я считаю, что это можно как раз для детей брать. Особенно для тех, кто не привык есть сладкое. Ну, обязательно надо попробовать смузи. Смузи с мацуней. С ма... Цуном. С мацунем. Смузи с мацунем получился очень вкусно. Очень. Приятного кофепития. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.